АПЛОДИСМЕНТЫ За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» памятными медалями, а также грамотами президента России по результатам первой волны пандемии наградили десятерых сотрудников нашего телеканала. Я несколько раз была на станции скорой помощи, где острая нехватка медиков. Там видно, они работают до изнеможения. Ты стоишь чисто по-человечески, понимаешь, насколько им сложно и насколько им тяжело. Пандемия оказала влияние абсолютно на всех. Награду никто не ждёт. Абсолютно никто не ждёт. Наша главная цель – это информировать жителей региона. Помимо этого, за вклад в организацию акции «Мы вместе» трём сотрудникам телекомпании вручили благодарственные письма Федерального агентства по делам молодёжи. Что такое штаб-акции «Мы вместе»? Это же не одна организация, не один волонтёр, а это целая сеть по всей области. И в том числе, например, транспорт нам оказывали содействие органы местного самоуправления на территориях. Здесь нам правительство Амурской области выделяли, да, это транспорт. То есть это целая структура, которая работала на то, чтобы помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Это не только пожилые люди, но это люди, оказывающиеся в трудной жизненной ситуации. У нас было очень много заявок, когда люди остались без работы, без средств к существованию. Пандемия изменила жизни многих амурчан. Особо нуждающимся на помощь приходят волонтёры. Общероссийская акция «Мы вместе» стартовала 9 месяцев назад. Её участники-добровольцы всё это время формируют и выдают пакеты единовременной помощи нуждающимся, доставляют продукты питания пенсионерам. Только за весенне-летний период волонтёры обработали около тысячи заявок амурчан. Помимо этого, они помогают медицинским организациям, работают на горячих линиях. Среди добровольцев – школьники, студенты и даже пенсионеры. Всего же к общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе» присоединились более 800 жителей Преамурья. Почти 400 из них по итогам первой волны коронавируса наградили памятными медалями и грамотами президента России. Наталья Ткачук, Константин Волков, Амурское областное телевидение.